МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Поздравления, цветы и улыбки. Сегодня в Беларуси отмечают День женщин. С любовью к малой родине о планах по развитию социальной сферы нашим корреспондентам рассказали в Кармянском районе. Защищать тех, кто не выживет сам. Волонтерское движение по защите бездомных животных отмечает 10-летний юбилей. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Сегодня в Беларуси отмечают День женщин. Праздник, который традиционно связывают с приходом весны. Этот день согреет не только лучами солнца, но и женскими улыбками. Наши матери, жены, сестры, дочери, коллеги по работе и случайно встреченные на улице незнакомки. Они все не просто красивые, они по-настоящему прекрасны. В минувшую пятницу 60 из них пригласили на торжественный прием от имени руководства обл. исполкома. Причем в этом году он прошел в новом формате. Впервые в семи номинациях названы имена победителей конкурса «Женщина года». С героинями дня встретились наши корреспонденты. Айлита Самсонова – человек в Гомельской области известный, ветеран труда и участник Великой Отечественной. Она родилась в 1926 году и к началу войны успела закончить 7 классов. Тот день Айлита Ивановна и сегодня помнит в деталях. День был прекрасный, двор у нас был дружный, дети дружили. Мы помчались на речку с утра пораньше, а возвращаемся. У нас во дворе уже женщины плачут слезы. И говорят, только что вот было Молотов, сказал, что началась война. Ну, мы же были так воспитаны в то время, мы же такие песни пели. Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет. Как один человек весь советский народ за свободную родину встанет. В канун праздника 8 марта 2020 года Айлита Самсонова стала победителем областного конкурса «Женщина года» в номинации «Женская доблесть». Такое звание в этом году присуждали впервые. Тем более приятно и почетно знать, что ты среди признанных. Вообще организаторы предусмотрели 7 номинаций, что позволило определить лучших представительниц во всех сферах. Успешный руководитель, духовность и культура, хозяйка села, активная жизненная позиция, выбор года. Мать четырех детей Надежда Никитина стала победителем в номинации «Материнская слава». Уже более 20 лет она работает в областном театре «Кукол». По большому счету перерывы в работе делала только дважды. 16 лет назад, когда родила сыновей Дмитрия и Дементия. Еще через три года, когда на свет появились Эльвира и Алиса. В театре, кстати, детей хорошо знают, они часто приходят к матери. Был, правда, еще один перерыв в работе, но небольшой. В октябре прошлого года Никитины приняли участие в республиканском конкурсе «Семья года», где заняли второе место. Не в последнюю очередь этот результат повлиял на решение присвоить Надежде звание «Женщина года». Успешный руководитель. Номинация для женщин, которые не только сами достигли профессиональных высот, но и многое делают для повышения благосостояния других. Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко этим требованиям соответствует в полной мере. В нашей области Мозырщина в числе лучших практически по всем позициям. Сегодня в регионе женщины возглавляют четыре района и работают уж точно не хуже коллег-мужчин. Может даже в каком-то плане и легче, потому что мужчины не хотят подвезти женщину и все устраняют оперативно и ответственно. Все то, что делается для народа, во благо народа, это вдохновляет и заставляет всегда двигаться вперед. Всего в первом областном конкурсе «Женщина года» принимали участие 58 женщин, а потому сделать выбор было непросто. Вместе с тем организаторы говорят, что уже в следующем году готовы увеличить количество номинаций. На Гомельщине много красивых, нежных, обаятельных и вместе с тем деловых и высокопрофессиональных женщин, от которых, по большому счету, зависит практически все. Наполняйте наше жизнь прегожостью, гармонией, тепленьей и утульностью. Только ваша безмерная вера в нас дает нам силу и наткнение на творчество, подвиги и великие справы. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Масштабный литературный фестиваль планируют провести в Гомельской области в следующем году. Оттолкнуться от уже существующего феста на земле Кирилла Туровского. Об этом шла речь во время приема граждан, который провел председатель обл. исполкома Геннадий Соловей. С инициативой выступил глава областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович. Губернатор идею поддержал и поручил продумать план на следующий год, чтобы литературное событие стало брендовым для региона. На контроле губернатора будут находиться все озвученные во время приема вопросы, в их числе строительство инженерных коммуникаций, выплата компенсации за жилые помещения в аварийном доме, ликвидация задолженности коммунальных организаций за полученную продукцию, выделение земельных участков для строительства гаражей. Без внимания и соответствующего реагирования не останется ни одно поступившее обращение. В Гомеле торжественным собранием и театрализованным концертом отметили 103-ю годовщину со дня образования белорусской милиции. Защита интересов народа, охрана общественной безопасности, борьба с преступностью во всех проявлениях – ежедневная задача органов внутренних дел. Обращаясь к действующим сотрудникам и ветеранам службы, председатель Гомельского обл. исполкома Геннадий Соловей отметил, «Вам всегда приходится стоять на передовой, защищая интересы нашего гражданского общества, и вы выполняете свой долг с честью и высоким достоинством». Накануне профессионального праздника в Гомеле также прошел торжественный ритуал вручения наград. Отмечены около 80 сотрудников. 12 из них указом президента Республики Беларусь награждены медалями за безупречную службу. 5 офицеров получили погоны подполковника милиции. Рекордные показатели практически по всем направлениям деятельности за последний год принесли зарубежные проекты белорусских нефтяников. Расширять свое присутствие за рубежом наши специалисты продолжат и в 2020 году. Сейчас они работают на трех континентах. Самые перспективные проекты сосредоточены в Эквадоре, Индии, Украине и России. Так, в южной соседке белорусские нефтяники в 2019 году сдали пять скважин. В 2020 году планируют строительство еще четырех. В Эквадоре удалось прирасти в запасах нефти более чем в два раза. А в Индии получить контракт с крупнейшей местной корпорацией. При этом по-прежнему наиболее значительным трудовым плацдармом для белорусов остается Россия. Точкой роста в прошлом году стало создание газового промысла. В планах увеличить в России численность буровых бригад и приобрести современные установки грузоподъемностью 400 тонн. Это станет новой вехой для развития белорусско-российских проектов. Карту систематических несанкционированных свалок создают в Гомельской области. Она станет подспорьем в работе экологов. Чаще всего отходы выбрасывают около водоемов или на перелесках, оставляют мусор и вблизи населенных пунктов, а также гаражных кооперативов. Обзор этих территорий и прилегающий к ним мест будет проводиться постоянно. Специалисты будут отслеживать ситуацию во время плановых объездов, а также с помощью фотоловушек и квадрокоптеров. В качестве пилотного проект отрабатывается в Гомельской гороинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Собранная информация анализируется совместно с сельскими советами, руководителями предприятий, а также населением. В социальной сфере в Беларуси уделяется особое внимание. Так, в Гомельской области бюджет нынешнего года в значительной степени ориентирован на развитие системы образования, здравоохранения и культуры. Особенно значительно преобразования видны в крупных городах. Однако и в небольших населенных пунктах эта тема находится в зоне постоянного внимания органов власти. Наши корреспонденты посетили один из самых отдаленных и малочисленных районов Гомельской области – Кармянские. Средняя школа в агрогородке Литвиновичи не работает уже несколько лет. В декабре 2016 года здание признали аварийным. После сноса части строений на площадке начался монтаж новых фундаментов. По сути, от старой школы останется только название и несколько стен. В результате реализации проекта новое учреждение станет более просторным и уютным. С учетом того, какое внимание уделяется социальной сфере в сельской местности со стороны председателя облсполкома Геннадия Соловья, можно не сомневаться. Реконструкция этой школы будет проведена в установленные сроки и с высоким качеством. Когда мы смотрели перспективу дальше, то, в принципе, рождаемость у нас растет. И поэтому мы заинтересованы, и не только мы, а все жители Литвиновича и Кармянского района, в том, чтобы здесь было построено современное многофункциональное здание, учреждение образования. Школа в Литвиновичах свою историю отсчитывает с 1918 года. Именно в этом году знаменитый революционер, писатель и педагог Пантелеймон Лепешинский открыл в деревне первую в стране советов опытно-показательную школу-коммуну. То здание не сохранилось. Однако в деревне свою историю знают и очень ею гордятся. В Кармянском районном мемориальном музее Лепешинского, который, несмотря на официальное название, находится в Литвиновичах, минувшему посвящено несколько экспозиций. В общем-то, в ничем не примечательном внешне здании – современное учреждение культуры. В шести экспозиционных залах можно познакомиться с жизнью и деятельностью знаменитого земляка и его семьи, а также материалами по истории края. Причем экспозиции периодически обновляются в соответствии с советами местных жителей. В нашем музее создана группа «Друзья музеев», в которую входят учителя, дети и пенсионеры, люди преклонного возраста. Это целевая группа, которая посещает музей. И именно благодаря этой целевой группе мы узнаем их потребности и формируем наши экспозиции. В 2018 году на базе музея Пантелеймона-Лепешинского в рамках международного проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» в Литвиновичах реализовали местную инициативу «Музей-центр местного развития». За выделенные средства оборудовали современный конференц-зал и создали ремесленную мастерскую «Школа подмастерьев». Сегодня такими условиями может похвастаться далеко не каждый музей районного уровня. Во-первых, это самозанятость местного населения. Это место общения, неформального общения взрослых и детей. Это один из способов дополнительного заработка на местных жителей. Мы делаем специальные поделки и как сувениры их продаем. 50% от реализованной сувенирной продукции из ремесленной мастерской получает человек дополнительный доход. 50% идет на восстановление материала. Развитие территории через сохранение культурного наследия. Народный любительский коллектив «Славянская душа» Кармянского районного дома культуры известен не только в своем регионе. В репертуаре как классические народные песни, так и их современная обработка, что привлекает зрителей разных возрастов. И не только на малой родине. Кстати, звание «Народный» коллективу было присвоено за достойное представление нашей страны на международных фестивалях. Мы многократно были на территории Российской Федерации. Допустим, Вейделевский район Белгородской области является районом-побратимом нашего Кармянского района. Мы там ежегодно бываем на различных мероприятиях. В благотворительных целях посещали Италию. Были в Бельгии также благотворительные гастроли. Сегодня такие коллективы называют живым родником народного искусства. Определение, наверное, несколько возвышенное, однако в целом верное. Помнить и гордиться своей историей, сохраняя и развивая традиционную культуру, необходимо. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. На этой неделе свое десятилетие отмечает известное в регионе волонтерское движение по защите бездомных животных «Подари им шанс». За годы работы неравнодушные гомельчане нашли новых хозяев как минимум для 300 брошенных четвероногих. Тысячи животных получили медицинскую помощь. В центре движения хрупкая, сильная девушка Светлана Лапо. Своей пробивной энергией и личным примером она повела за собой тысячи жителей региона. Только у странички организации ВКонтакте более 20 тысяч подписчиков. О том, как зарождалась организация и чем живет сегодня волонтерское движение, наше большое воскресное интервью. В кресле напротив хрупкая молодая девушка, которая своей пробивной энергией повела за собой тысячи жителей областного центра Лениторка. Тогда, 10 лет назад, Светлана, вы могли себе представить, что ваше волонтерское движение сегодня приобретет такие масштабы? Скажу честно, я, наверное, даже не понимала, с чем я вообще связываюсь. У меня была только вот такая цель перед глазами – помогать животным. Хотя я не понимала, как вообще это делать, я не знала, с чего начинать. У меня были такие истерические вот атаки, потому что реально не понимал, куда звонить, кому обращаться. Тогда еще мобильная связь была не очень развита в городе Гомеле. Тогда интернета практически не было, даже не было. Когда впервые я столкнулась с ситуацией, когда необходима была помощь конкретному животному, собаке. Все начиналось с личного неравнодушия и, как понимаю, личного примера. Возможно, потому так быстро организация выросла в численности. Саш, я сама выросла в интернате, и у нас всегда на территории интерната было очень много животных. А для детей животное – это что-то такое, что немножко домашнее, оно привязывает детей и животных друг к другу. И у нас было очень много животных, которых постоянно отлавливали, потому что на территории школьного учреждения нельзя животных по санитарным нормам. И для нас это была такая трагедия. Это была действительно трагедия, когда мы плакали, когда мы переживали это. И у всех детей в интернатах две мечты – построить приют для животных и иметь родителей. Это те мечты, с которыми дети в интернатах живут. Это я знаю не понаслышке, это я знаю от многих детей, выходцев из интерната. И у меня была тоже мечта построить приют. Хотя это сегодня я понимаю, что такое приют. Это сегодня я в какой-то степени, как я говорю, не бросайте камнями, я против приютов на территории Республики Беларусь в отсутствии законодательной базы. На сегодняшний день я вижу выход из ситуации. Это вот то, чем мы занимаемся кратковременными передержками по квартирам. Потому что животные максимально социализированы для отдачи в новые семьи. В приюте такой социализации тотально невозможно обеспечить животным. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему такое огромное количество людей старалось присоединиться и присоединяются по сей день к организации? Я не знаю, как так получается, что вот за мной идут люди. Я не понимаю вот этот механизм, этот жизненный механизм, как это происходит. Что я делаю такого, что не можешь, например, сделать кто-то другой. Я не знаю, как это... Мне часто задают вопрос не только журналисты, но и обычные люди. Как так получается, что вот ты убеждаешь людей, что вот необходим этот концерт, необходима эта поездка в ДМА-интернат? Я не знаю. Вот честно говорю, не знаю. Волонтеры – это люди-добровольцы. Я не плачу им зарплату, мне ее тоже никто не платит. Я могу людям только доносить свои добрые мысли какие-то, своими какими-то мыслями, своими помыслами. Убеждать их в том, что это действительно доброе дело, и оно необходимо. В вашей группе ВКонтакте сегодня около 20 тысяч подписчиков. А вот интересно, сколько реально помогающих, сочувствующих больше? И это, может быть, говорит о том, что сегодня стало просто модно быть около котла гуманности. Очень часто люди вступают в группу для того, чтобы помочь единожды. Человек, например, помогает машиной либо финансовой. Он, может быть, больше никогда не поможет. Может быть, для него это морально тяжело. Либо человеку кто-то что-то ответил грубо, и такое есть. Мы же не говорим, что мы ангелы, да? Зачастую волонтеры – это эмоционально выжатые люди. Потому что день и ночь мы находимся в такой эмоциональной стряске, когда тебе приходится видеть не только счастливые глаза людей от того, что они приобрели питомца, но также нам приходится видеть смерти животных. Никогда не хотелось поставить точку? Когда забиваешь в интернете строку поиска «Помощь безумным животным» выдают мой номер телефона. Я не говорю, что я пожалела сто раз о том, что я его когда-то где-то разместила. Нет. Я понимаю, что этот номер телефона, я даже не могу его поменять на сегодняшний день, потому что многие люди его знают. И я понимаю, что люди звонят как службу спасения. И я считаю, что немаловажным, даже если я отказалась взять это животное, но немаловажным является то, что я размещу информацию, и на нее оперативно отреагируют волонтеры, те люди, которые могут на сегодняшний день взять это животное. Подведем итог. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вроде бы все просто. И все же, чего не хватает для того, чтобы еще более эффективно работать с этой темой? И как менялась ситуация, менялась картина за эти 10 лет, которая работает ваша организация в Гомеле? Картина меняется в лучшую сторону. Люди уже много делают, обычные люди. Я не говорю даже о волонтерах. Люди осознанно относятся к тому, что они делают. Я считаю, что ситуацию реально изменить в лучшую сторону. Просто, наверное, нужно донести до людей, до нашего менталитета, что нужно ответственно относиться к тому, что ты делаешь, несмотря какая это сфера. Больше информации, больше живых примеров. А еще, конечно, спасибо, Светлана, вам и волонтерам за то, что дарите шанс четвероногим. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо огромное. До новых встреч. В выходной, да еще и в праздничный день 8 марта многие предприятия работают, как в будни. Фермы не исключение. Все просто. Накормить и подоить корову нужно даже в красный день календаря. Моя коллега Вероника Гамзюкова провела женский день на ферме в Мозырском районе и познакомилась с профессией оператора машинного доения. Сегодня мы находимся на одной из ферм в Мозырском районе. И здесь мы познакомимся с такими профессиями, как доярка и телятница. Ну вот, теперь я точно готова к дойке коров. Виктория, расскажите, с чего начинается дойка? Сначала обрабатываем дезораствором, потом сдаиваем каждую долю по 4 струйки. Подтираем, подключаем. Давайте, покажите на практике. Виктория Такун – оператор машинного доения на этой ферме. Когда-то ее мама тоже была дояркой. Работать сюда Виктория пришла 10 лет назад. Признается, работа не из простых, но в удовольствие. В среднем за день Виктория обслуживает 150 коров. Дует рогатых – 3 раза в день, в 5 утра, в 12 дня и в 7 вечера. Ну что, сейчас я попробую сама подключить аппарат. И для этого пройдем к дезинфекции для начала. Ну, дезинфекцию мы прошли. Так, теперь сцеживаем. Сдаивание. Сдаиваем. Когда в первый раз доили корову, какие были ощущения? То же самое, как у вас. Вперед. То же самое, как у вас. Но у меня старые, помню, доярки сказали, что чем ты будешь бояться, они чувствуются. Так что оно не с каждым разом, что вы как-то научились, оно приходит постепенно. Всякие есть. Вот же вы видели это. У нас специально есть брики, которые мы одеем. Подключаем. Разговариваем. Тело, хорошее. Ну, как-то же надо с ними разговаривать, чтобы хотя бы хоть как-то подключить. А есть у вас любимицы свои? У нас есть такая корова, вот белка. Она всегда самая первая. Она будет, где бы она вот последняя будет, она будет стараться самая первая. Зайти встать. И самая первая будет выходить в сарай. Вот если бы вам 10 лет назад, вот когда вы пришли дояркой, вам была возможность выбрать какую-то другую профессию? Не, наверное, нет. Не выбрала. Все-таки мне нравится работать. В животноводческом мне нравится. На этой же ферме оператором машинного доения работает и Сергей. Он здесь единственный мужчина. В профессии всего год. Вспоминает, сначала смотрели косо, а теперь привыкли. Здесь и зарплата устраивает, и график удобный два через два. А вот с профессией, которая убывателя менее на слуху, телятница, познакомиться плотнее мне не удалось. Эти специалисты на ферме работают с новорожденными четвероногими. По понятным причинам чужого сюда не пустят, даже с микрофоном «Беларусь-4». Исключение сделали сами обитатели фермы. Телята постарше всячески старались познакомиться поближе. Работа доярок – это кропотливый и сложный процесс. Необходимо обладать уверенностью и находчивостью, чтобы усмирить корову. Но это очень интересный процесс. Вероника Горзюкова, Павел Антонов. До встречи в следующей программе. Весна – это время обновления. Решили в музеях и галереях области и полностью сменили экспозиции. Новые выставочные проекты посвятили красоте природы, которая пробудилась от зимнего сна и радует глаз яркими красками. Отдельное внимание уделили и красоте женщин, которая покоряет сердца и вдохновляет на прекрасные поступки. Подробнее о новых выставках и других культурных событиях региона расскажет Анна Корольчук. Пейзажи, натюрморты и зарисовки, наполненные весенним теплом. В Музее истории города Гомеля открылась выставка работ участников клуба «Акварель» Центра социального обслуживания населения советского района Гомеля. Авторы рисунков – пенсионеры, которые решили попробовать себя в творчестве и выразить свое видение мира с помощью акварельных красок. Там же прошла презентация высшего креческого мастера Светланы Боцуновой. На ней представлено около 40 работ, выполненных в техниках «Блэкворк», «Гладь», «Гобеленовый шов» и «Вышивка крестиком». Также мастер использует шитье бисером. Тематика работ разнообразна – пейзажи, портреты и картины известных художников «До Винчи», «Рафаэля Ван Гога» и других. В рамках обменных гастролей в Гомеле выступил черниговский ансамбль песни и танца «Сиверские клейноды». Коллектив начал свою деятельность в 2002 году. В его составе – вокальная, танцевальная и оркестровая группы, которые раскрывают богатство традиций своего края. Ансамбль воссоздает и аранжирует самобытную музыку и песни, записанные во время фольклорных экспедиций по Севершине. Премьеру рок-комедии «Фанатки» по пьесе Родиона Белецкого показали на сцене Гомельского молодежного театра. Сегодня многие люди живут в вымышленном мире. Они идеализируют его и придуманные образы. И когда реальность не соответствует представлениям, возникает конфликт. Зачем человек создает себе кумира? Как оставаться настоящим в обществе, где нужно постоянно оправдывать ожидания? С этими вопросами сталкивается главная героиня спектакля «Фанатки». В картины галереи Гавриила Ващенко можно увидеть выставку уникальных кукол разных эпох и народов. Свои коллекции на ней представили Анна Страхова-Ишклова и минчанка Лариса Матусевич. Антикварные портретные и винтажные куклы, игрушки, кукольная мебель и посуда созданы во Франции, Германии, США, Швеции, Японии и СССР. Каждый экспонат со своей удивительной историей и судьбой. Невеста из Гомеля. Фотовыставка женских портретов открылась в Музее истории печати и фотографии в Гомеле. 30 лучших снимков представил автор экспозиции Александр Веснин. Свадебные образы созданы с 2005 по 2013 годы. Каждый снимок хранит в себе историю создания молодой семьи. С помощью различных художественных приемов автор раскрывает внутренний мир невесты, ее чувственность, красоту и настроение. Владимир Спиваков приглашает. С аншлагом в Гомеле прошел концерт знаменитого маэстро и камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Выступление состоялось в рамках фестиваля, который в этом году приурочили к двум значимым юбилеям – 75-летию Владимира Спивакова и 40-летию оркестра «Виртуозы Москвы». В программе концерты сюита для флейты с оркестром Баха и серенада для струнных инструментов Чайковского. С культурными новостями региона вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова